Всем привет, друзья! С вами снова я, Морти, и мы продолжаем играть в игру Firewatch. Направляемся в пещеру, чтобы открыть калитку, от которой нашли ключ не так давно. И узнаем, кто же пытается нас подставить. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь, что у нас наконец-таки это получится. А то как-то день не сдался. Эй, в смысле ты кепку кинул? Надень на себя. Так, надеть. Без кепки я никуда. О, и топор мне пригодится. Топор тоже забираем. Наконец-таки есть топор. Хотя бы смогу им обороняться. А то вдруг на меня нападет какой-нибудь медведь или этот мужик, что за нами все это время следит. Так, только вот как идти, я не помню. По-моему, я проходил за туалетом, спускался вниз, и далее у нас в туалете. Я надеюсь, никто не сидит. Стоило мне его еще вчера проверить. Форрест Бернс. Клевый чувак, кстати. И спасибо вам за то, что объяснили мне происхождение этого персонажа. Это было очень даже забавно, что его и именно так прозвали. Лес гори. Пипец, тут все еще в дыму. Повсюду смог. Я надеюсь, у него все в порядке со здоровьем, потому что, ну, это жесть. Жить в подобных условиях никому не позавидуешь. Еще и кто-то пытается подставить. Я никого не вызывал. Конечно же, нет. Я зачитаю. Так, а вот и она. Не забываем про фонарик. Чтобы было тут посветлее. Еще бы взять мне в руки топор не помешало. Но такой у нас нет возможности. Открываем. Посмотрим, что у нас там. Хотя нам этот ключ этот мужик сам предоставил. Поэтому, как мне кажется, он хотел закрыл. Закрылась. Он хотел, чтобы мы сюда попали. Эй! Отпустите! Как он все это успевает сделать? Я не понимаю. Делайла! Отпустите кого-то в каву! Пожалуйста! Я не могу получить нижнюю рецепцию. Походу, эта рация не ловит. Приплыли, ребят. Ну, я так и думал, что это будет очередная ловушка. Потому что неспроста он оставил этот ключ нам. неустойчивый камень. Проблески света. Я могу тут попробовать выбраться. Так, только аккуратней. А то меня сейчас еще больше завалит. А, это дальше проход. Так, вниз. Тут, я так понимаю, нам не спуститься, да? Глубокий обрыв и резкий. Блин, интересно, а тут можно умереть вообще в этой игре? Тихо-тихо. Потихоньку идем. Никуда не спешим. Мы же не знаем, что нас там ждет впереди. Едить. Вот это мост. Слушай, ну, он сейчас по-любому весь рассыпется. Вот я уверен на 100%. Ну, давай аккуратнее. И беги сразу. Хорош. Блин, выдержал. Холодно. Ну, а ты что хотел? Не на улице так-то находимся. Не май месяц. Да и плюс это же пещера. О, слушайте. А там что-то лежит. А это можно подобрать? Блин, я упаду, наверное. И умру. А я хочу взять. Там что-то лежит. Что это такое? Ботинок. Ага. Тут уже кто-то упал. Ну, ладно. За ботинком мы не пойдем. Мне и своих вполне хватает, если честно. Рация по-прежнему не работает. Куда я вообще иду? Надеюсь, что наверх на поверхность. Это похоже на то, что я уже вышел отсюда. Да-да-да. Вот и выход. Так. Тогда объясните мне, зачем я вообще шел в эту пещеру? Я думал, мы в ней чего-то найдем. Прыжег с высоты. Я тогда потом обратно не попаду. Ну, ладно. Только аккуратней. Знакомое место какое-то. По-моему, я здесь уже был. Да ничего там не было. Там был один ботинок. Крытие какое-то. Опять вот эти книги? Брайан Гудвин для Олимпиады по физике в Гамильтоне. Черновой вариант. Шестой класс. Четвертый апреля восемь шестого года. Говорящие метеориты. Как волны любительских радиоприемников могут использовать метеориты, чтобы говорить с людьми далеко-далеко. Что, если бы можно было использовать метеориты в атмосфере для того, чтобы говорить с людьми, находящимися далеко? Вы, наверное, думаете, что я это просто придумал, но вы ошибаетесь. Метеориты инопланетные камни, прилетающие на нашу планету из открытого космоса, могут быть использованы для отражения радиоволн, что позволяет использовать радиоприемник гораздо лучше, чем обычно. Сейчас вы думаете, окей, Брайн, это похоже на кино, типа полета навигатора. Это фантастика. Но вы ошибаетесь. Это правда. Это физика. Это возможно благодаря рассеянному отражению радиоволн. Мой проект доказывает, что рассеянное отражение волн от метеоритов существует. Но что же это такое? РОФ это метод распространения радиоволн, использующий ионизированные следы метеоритов в нашей атмосфере. Метеориты, войдя в атмосферу, могут создавать плотный след из ионных частиц, которые может использовать оператор любительского радио для установления коротковременной связи с другим оператором, находящимся на расстоянии более 2400 километров. Это довольно круто. Я протестирую это небольшим разговором с папиным армейским другом, который живет в Альбукерке, Нью-Мексико, 1600 километров от моего дома. Мы попробуем поговорить в обычное время, но моя гипотеза заключается в том, что это не получится и нам придется ждать метеоритного дождя, чтобы наладить связь. Слушайте, интересная гипотеза получается. Школьная папка. Читать. Папка, в которой были школьные материалы и отчеты. Предположительно, повреждена Брайаном Гудвином. Решил избавиться от улик и рисунок. Хотя, как я понял, он был ребенком. Хотя, кто знает, сколько ему было лет. Там вроде было написано что-то про шестой класс. А шестой класс это еще ребенок. План возврата рюкзака. Вариант 4. Снаряжение твоски 4-6, веревка одолжить, камни 15, инструменты одолжить. Окей. Динозаврик. Прикольный. Тирекс прям. Тирнозавр. Рекс. Арррр. А че он весь зеленый? Его даже не раскрасили. у него был даже герб этого замка. Крепостная стена. Прикольно. Флаг. Красиво. Ну и книги не особо интересные. Там комикс. Вот комикс я бы посмотрел. Че за комикс? Блэкбэнд. Обратно уже не положить. Ладно. Такимем. Кнездо животного. Видимо птицы. Очевидно. Ладно. Пойдем. Крепый замок. Опа. Видеоигра. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Геймбой. Но сломанный. Жаль. Я поиграл. Диаграмма любительского радиоприемника. Схема радиоприемника Брайна и Неда Гудвинов. Воу. Умный малый был. Как я посмотрю. Хорош. Открытка. Обычная открытка. Непримечательная. А, ее можно почитать. Дорогой. мистер Заклер. Я с папой в лендере. Вайоминг. Тут довольно клево. Папа рыбачил в месте под названием ущелья Синкс. Большая часть Вайоминга похожа на Небраску. Только тут горы и леса. Простите, что не могу стричь ваш газон этим летом, но надеюсь, что вы нашли вместо меня хорошего человека. Можете написать мне в ответ и сказать папе, когда у меня начинаются занятия в школе. А то я не уверен, что он знает. Ваш друг и сосед Брайан Гудвин. Ваш друг и сосед. Человек-паук. Как было в фильме. Самодельный знак. Ну, это я вроде все уже сделал. Вот дальше. Надеюсь, я тут все посмотрел. Ничего не хочу пропускать. Что я не сказал или кто-то о Брайане. Так, и как мне спускаться то дальше. Возможно, использовалась с глазами. У меня нету этих материалов пока. Почему он всем врет? А, понял. Чтобы не уехали. так, ну тут у нас нету этих инструментов, да, я так понимаю. Старая подушка, знак. Я его могу убрать просто. А, связка крюков. Вот оно, кстати. Понял? Так, веревка у нас уже была, да, насколько я помню. Лист волшебников и верн. Игрок Брайан. Персонаж Гладиус Сильва. Мировоззрение, хаотичное добро, раса полуэльф, класс ледопыт, уровень 4. Пол мужской, возраст 29, рост 177 сантиметров, вес 61 килограмм. Внешность грубая. Волосы черные, глаза зеленые голубые. Клан Родина. Идет непонятная пилиберда уже дальше. Прикольно. Видимо, играл в D&D. Dungeons and Dragons. Если кто не знает, есть такая игра настольная. очень клевая и очень старенькая. От нее-то и пошли все РПГшки по сути. Дорогой рейнджер, привет. Меня зовут Брайан Гудвин. Если вы найдете эту записку, она приложена к набору крюков для скалолазания. Не могли бы вы оказать мне услугу? Отправьте их, пожалуйста, Брайану Гудвину по посте. Мой адрес 55 Foxtrot Lane Nordplatte небраска 69 101. Если вы скажете мне свое имя и адрес, я пришлю вам вознаграждение. Вы, наверное, думаете, почему я их тут оставил? Ну, они моего папы. Я не хотел, чтобы он их потерял. Но я больше не хочу лазать по скалам, поэтому я решил притвориться, что их потерял. Но если вы мне их вернете, все будут довольны. спасибо за уделенное время. Спасибо вам большое, рейнджер Прайан. По скриптам. Награда будет хорошая. Ну, я верну. Чего бы нет. А, так мне идти обратно в пещеру или дальше следовать? Блин, даже не знаю. Ну, наверное, пойду в пещеру. А как я в нее опять попаду? Подождите. А я же не попаду обратно в пещеру, да? Это мне снова придется все обходить. Или я могу прямо здесь забраться? Нет, он у нас не прыгает. Ну, вы издеваетесь, что ли? Ну, она же вот, прямо рядом. Зачем мне делать такой огромный круг? чтобы в нее попасть? Он же может по этим камням обратно забраться? Да ну, ну ты чего? Ну, ты сможешь. Ё-моё, ну, как же так-то, а? Тут вообще обрыв. Придется идти в обход. Не, ну, это несправедливо, я считаю. Учитывая, что она прямо здесь, рядом, рукой подать. Нас отправляют обратно к дому практически. Ладно, используем. Я думал, он сейчас будет этот крюк прямо голыми руками вбивать. Ну, а потом вспомнил, что у меня же есть клевый топор. Я думаю, он про него тоже не забывает. в пещере, что ли? Да, фиг знает, что там такое. Что ты думаешь? Что это, они не хотят рассказывать никому. Они закрыли дверь, когда могли бы просто... ... 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 Ну, мне нужно узнать, что там. Иначе нас обязательно подставят. Во-во. А в тюрьму бы не хотелось. Так, я правильно иду? Да, вроде. Пойдем, сейчас выйдем снова к пещере. Да, что такое? Те девчонки объявились, похоже, ты их не убивал. Да ладно! Я об этом и говорил, что я их не трогал. Пронесло, действительно. А то бы на нас этих девок еще записали. Блин, я насколько помню, тут был какой-то проход. Подождите, а где был проход? Я его прошел, да? А, он прям здесь и был получается. Ну-ка, я пойду проверю. Пойду-ка я проверю. Тут был проход, который я в самом начале игры не мог разрубить без топора. Но сейчас-то у меня есть уже топор? Блин, так вот где он? Хрен поймешь. Эм, блин, ну это не он. Я мог сделать тут спуск. Ну, ладно, фиг с ним. Пойдем дальше. Пойдем до пещеры. И вообще, где мой компас? Почему у меня его отобрали? и дали какое-то непонятное радио взамен его. Пещера, пещера. Вот она. Так, то есть мне опять придется эту дверь открывать. Так, ну-ка я все проверю. Тут нет никого, кто за мной ее снова закроет? Ну, тут нету никого. Мужик! я надеюсь никто за мной не следит. Ну, вот я если честно больше чем уверен, что это опять произойдет. Опять она закроется. Так, я смотрю за тобой. Не? Никого? Вы можете ее чем-нибудь подпереть? Каким-нибудь камнем, например. ну, слушайте, все в порядке. Пока никто не закрывает. Это хорошо. Погнали вниз. я вот не помню, вводятся ли у нас медведи в таких пещерах. А то может и не стоит идти? Вдруг он тут спит? Мне бы не хотелось его потревожить в столь ранний час. даже ползти приходится иногда. что такое это может быть? Едите она огромная. Опа, мужик. Да ладно. Только не говорите, что это парень тот разбился здесь. Е мое. Да не. Да ну нафиг. Е мое. это его был ботинок. И мое. Блин, клевый был пацан. Да. Ну это явно уже давно произошло. Учитывая степень разложения тела. Да. Вознаграждение нам уже никто не даст. Да и крюки уже некому будет возвращать. Выбраться из пещеры и сообщить о теле. Е мое. тогда скорее всего это его отец все делает с нами. Возможно не знаю. Он убился горем и совсем стал психом его батя. только зачем он все это делает пока непонятно. Ну блин псих все дела кто знает что у них в голове подобных людей. Блин ну это жалко конечно. Учитывая что мы сколько что узнали его поближе этого Брайана и он и вправду оказался очень клевым парнем. Эх. Ну это такое. Надеюсь это хотя бы было не убийство а просто несчастный случай. Иначе тогда это тоже обязательно повесят на нас. Что это мы его убили в этом месте. Хотя это явно уже давно-давно произошло возможно уже пару лет назад. Не знаю. То есть ради этого я и шел в эту пищу. Подождите. Учитывая что мне этот ключ дали намеренно. то есть тот мужик хотел чтобы я обнаружил этого парня мертвым. Да это сто процентов его отец. Что это было? Это сто процентов его отец. Если честно я уже в этом даже не сомневаюсь. потому что ну кто это еще может быть этот мужик но вопрос в другом зачем он все это делает еще и ударил нас по голове не так давно да да присядь нет это он сорвался наверное да не я думаю знал да не я думаю знал она себя чувствует виноват теперь день 79 как все печально становится и по прежнему непонятно что тут вообще черт побери происходит уезжаешь что ли уже идти вот это ураганище тут уже начинается собрать личные вещи а то есть все да наша рабочая смена похоже подходит к концу да тут хрен че увидишь что это 2% Слышно. Я... что-то. Я продолжаю думать о его там, и... Я просто хочу идти далеко от здесь. Что я могу сделать? Мы просто нужно ждать за телекоптерами. Хорошо. До этого, вы можете следить за это сигнал? Может быть? О, да. Да. О, мой Бог. Мы не знаем, что это. Это может быть ничего. Да, это может быть кто-то слушал нас. Кто-то сделал тейп. Хорошо. Да, эм... Смотри, ты должен собирать все, что нужно, в том числе мы получим звонок, и ты не можешь вернуться. Смотри, если что-то случится... Я помню тебя. О, ну, это... Найс. А, личные вещи. Это какие интересные. Жучок. Хорошо, оставлю себе. Хотя, блин, оставлять это себе... Я думаю, это плохая идея. Ящик. Жестокая восьмерка. Очередная книга. Книгу я могу и тут оставить, конечно. Она мне сейчас явно не нужна. Все, что ли? Че, я его открывал? Так, ну вот все мои вещи. Я не могу их взять почему-то. Или это не мои? Так, ладно. Я взял, получается, фотографию меня с женой. Ну, на этом все, что ли? Кассета. Тоже заберем. Кружка. Оставить. Лампа. Могу только использовать. Блин, ну я вроде все взял. Че мне еще брать-то здесь надо? Кепку взял. Я пошел, короче. Надеюсь, ничего не забыл. Идите, вообще ничего не видно теперь. Ух, нифига, тут прямо опилки летают. И искры. Эх, а я говорил, что это до добра не доведет, этот пожар. Ну, вот что теперь стало здесь. Вообще какая-то полная жесть творится. Опять идти в ту же сторону. Ну, пойдем. Правда, не знаю зачем. Учитывая, что... Ну, все уже окончено. Как я понял, вся наша работа. И пора бы отсюда уже сваливать. Тем более, ну, тут уже скоро будет охвачено огнем. Вся эта местность. И мне бы не хотелось тут оставаться. Надеюсь, я правильно иду. Потому что непонятно. О, еще один батончик. Я же тебя съел уже. Так, ну еще покушаем. Я люблю такие. Протеиновые батончики есть. Хотя он вроде был не протеиновый, а какой-то фруктовый, что ли. Но, тем не менее, я больше чем уверен, что он был очень вкусным. Ох, музыка заиграла. А, это вертолет. Или самолет летит. Но его отсюда совсем не видно. Этот вид. Красиво, да. Я могу, кстати, сфотографировать. У меня остался фотоаппарат? Хочу всю пленку потратить. Блин, я же мог этого пацана сфотографировать. Почему я этого не сделал? Ой, балбес. Нет, я, конечно, зря. Так, ну ладно, идем вроде в правильном направлении. Что такое? Да, уже близко нахожусь. Так, пока не понимаю, мне наверх лист или... Так, смогу пройти. Ты смотришь. Нет, это... Это просто... Брайан. Уже ни черта не видно. Я помню этот фуникулёр. Мы его ещё хотели использовать в самом начале игры. Но она нам так и не позволила это сделать. Хоть мы и притворились... То, что нам угрожает опасность. Из-за урагана, по-моему, какого-то. Не повелась. Так, ну я близко совсем. Подождите. Тут, что ли? А, во. Кенри. Кассета. Ну, опять. А если я упаду? Как Брайан. Если это подстало. Подстало. Ну, давай, прослушаем. Уж очень интересно. Нет. Тихо. Адменинска. Я был тут даже 3 года. Яuppролетно. Я поздно. Винтерсно. Ухарсу. А я брал. Уважая книга. Но я ухар с той жеюзины. Я ухар с этой ACT. Дларилила. Она ухар. Она ухар. Она ухар ухар. Она ухар с ураган. Я чувствую ксюша. Я всё-таки понимаю, что Брайан был её. Продолжение следует... 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 Не, ну они-то в порядке, эти девушки, как я понял. С ними все хорошо. Они дома объявились. Я сделал фотографию. Хорош шуметь. Так, это книги. Радиостанция. Он слушал нас на этом. И стул. Давид-то хороший, но... Он не самый лучший, определенно. Да-да, заколебал-то звук. Зачем они сделали так громко? Так, и чё? Все, типа... Все это мы, получается, осмотрели. Нового, по сути, ничего я не узнал. Я и так знал, что он за нами все это время следил. Ну, и как бы... Все. В чем смысл-то? Ну, ушел он жить в подобный дом, как и здесь. Но уже в другое место. Чтобы его никто не нашел. Потому что он знает, что ему, наверное, никто не поверит... В то, что произошел несчастный случай. И что это не он убил своего сына. Хотя, блин, вообще тоже абсурд еще тот. А если вдруг у кого-то произойдет подобное в жизни? Не, ну, всякое бывает. И чё теперь? Все, в тюрьму? Хотя ты этого и не делал даже. У него и так огромное горе. А ему еще и приходится... Все это скрывать. Хотя, возможно, просто-напросто он нам не все рассказал. А то, может, и врет. Потому что я так и не понял, зачем он нам все это делал. Ну, ушел бы, да ушел, и ладно. А нам-то зачем про все это знать? Какая в этом цель для нас? Я так и не понял, если честно. Так, идти на вышку, да? А где я нахожусь? Ё-моё. Блин, ну это долго обходить придется. Пипец. Ну, идем, наверное, тогда уже по реке. Тут явно будет идти ближе, чем обратно возвращаться. Обратно это надолго. А в этот путь я уже помню. Не так, да, умер. У-у-у-умер пацанова, жалко. Смертью Брайана. Ну, это не твоя вина. Ты об этом не могла знать. Теперь мне нужно решить, если я скажу людям, что он там, чтобы они могут вертворить тело или нет. И если я делаю, я буду спросить о том, что Неда Гудвин. О, черт. Это великоптер? Угу. Да, подожди. По звукам вертолёт. Я уже рядом. Без меня, пожалуйста, не улетайте. Эй, а я? А, они сделают ещё один заход. Э-э-э-э. Что, если за мной не вернутся? Так, я ускорюсь, пожалуй. Это сейчас улетят без меня. Ну, в смысле? Я боюсь, что они меня здесь оставят. Ох, надеюсь, мы отсюда выберемся. Иначе это будет просто жесть. Я близко? Ну, почти пришёл. Осталось совсем чуть-чуть. Так, ну, я надеюсь, они за нами всё же прилетят. Потому что, какого чёрта? Хотя, может, всё это Делелла подстроит? Не, ну, это уже вряд ли. Это был тот Нед. Это был отец этого мальчика, по-любому. Э-э-э-э, но... Почему она улетела сейчас? Не захотела нас подождать. Тем более, нам осталось стоить здесь ещё пару метров от сил. Зато какая музыка играет. Только послушайте. Офигеннейший саундтрек. Нед, написанный к игре. Ну, если честно, я всё же надеюсь до последнего, что мотивы этого Неда нам объяснят. Потому что, пока, я ничего не понимаю. Зачем он всё это делал? Ну, умер у него сын. Ну, да, это... Это очень плохо и грустно. Но, если он его не убивал, то... Чего он тогда всё это время там боится? Или боялся? Непонятно. Так, тут... Починили, однако, эту лэп. Вы помните, она... У нас оборвана была. Где-то на четвёртом, что ли, дне. Рабочем. Мы ещё думали, что девушки это порвали. Но... Оказалось, нет. Это был мужик. Ну... И вот опять. Зачем он всё это делал? Чтобы просто... Прослушивать нас, но... Нафига ему это надо? Зачем он вообще мне про всё это рассказал? И бил меня ещё по голове. Ох, и странный мужик. Ладно. Не буду я больше... Догадки строить. Надеюсь на то, что нам всё объяснят. Хотя, обычно в подобных играх... Бывает всё совсем иначе. В конце у нас появляется ещё больше вопросов. А вот ответы так и не получаем. Так. Фуникулёр. Ага. Ты ещё здесь? Да не, она улетела. Да она улетела уже, Генри. Мы остались одни. Поехали. Главное, чтобы... Эта верёвка меня выдержала. А то я сегодня утром очень плотно покушал. Так, подождите. Где я нахожусь-то? Опять... Какая-то вышка. На ней, похоже, и жила Делайла. Знак Увервотча. Красиво. Так, где самолёт? Или вертолёт? Тут тоже был туалет. Так, генератор мне не нужен. В туалете. Have a good time. О, погодите. Тут чё-то лежало. Это чё такое? А фиг знает, короче. Цветочки в туалете стояли у неё. Забавно. А нам такие не поставили. Блин, у неё клёвая тут была вышка. Красиво, однако. Я бы тоже не отказался в такой пожить. Ну и где вертолёт? Тедр Рузвельт, насколько я помню. Хотя... Вдруг ошибаюсь. 101 кроссворд. Я думаю, она всё успела разгадать. Ножки с микрофоном. Яблоко? Хм. Да иди. Я не брезгую. Вкусно. Такила. Оставить себе. Рисунок Делайлы. Да, это... Это она рисовала меня. Что известно? Белый и шорты. Чё-то мало было известно обо мне. Ну, красавчик. Не иначе. Генри. И ноги волосатые. Ну да, как ещё по-другому. И мишка очень даже симпатичный получается. Генри, Генри. Ладно. Заберём это себе. Ну, похоже, это всё. У неё были даже тапочки. Милое местечко. Я на месте. Кто-нибудь прилетит? О. Да, да, да. Я у тебя дома. Я думаю, что я вижу твою трюк. Ред? Колородо-плэйтс? Да. Это пице с шитом. Ну да. Уже старый. Действительно. Я думаю, что там живёт ракун. Енот? Я думаю, что он очень комфи, я думаю. Ну, хорошо. Это не должно быть долго, чтобы хеликоптера тебя достигать. Будем с ним жить вместе. Да не убивал он его. Размен. Размен. А как же жена? Ну, хорошо. Вообще, как я понял, со своей женой они расстались, да? Она теперь находится под присмотром у родителей. И всё, они уже в разводе. Уже... Жаль, что я это уже поздно понял. Хотя он всё это время носит кольцо. Поэтому... Не понимаю, короче. Подамся в писатели. Ну, чё бы нет. Тоже неплохая работа. Ммм. Новый Мейхем. Так, а где вертолёт-то, а? Что-то я уже побаиваюсь, что мы так и останемся здесь. И никто у нас в конечном итоге не спасёт. О, летит. Еее. Ух, хорошо. Уже реально забоялся. И тебе удача. Удачи. Эмм... Я не буду держать это удачу для себя. Пока. Пока. Блин, реально прилетел вертолёт. О, красавец какой. Только его особо не видно. В таком дыму. Блин, ну как эту штуку тут оставлять? Тут всё сгорит. Ну вы чего? Жалко же. Ладно. Я хотя бы успел забрать свои личные вещи. Слышите, а что там лежало? Бинокль? Погоди. Погоди, погоди. Чё ж так добру-то пропадать? А, пройти не могу. Ё-моё. Ну, бинокль. Так, ладно, иду, иду, иду. А то сейчас улетит. Он без меня. Вот смеху-то будет. Хотя там будет уже явно не до смеха в таком случае. Так, почему не могу бежать? Видимо, чтобы насладиться данным моментом, что мы отсюда улетаем. Да, тут было очень клёво. Особенно в первые дни. До того, как начался пожар. Тут было очень клёво и красиво. Привет. А, пожалуй, я останусь здесь. Ладно. В итоге. Фаер-вотч. На этом конец. Это всё. Я думал, мы ещё домой поедем на свои развалюхи. Блин. Ну, что я могу сказать. Игра очень хорошая. Мне она понравилась. Но, если честно, я до сих пор так и не понял мотива этого Неда. Отца этого мальчика. Зачем он нам всё это рассказал? И к чему вообще всё это было? Вот этого я не понял. Но как сама игра очень клёвая. Очень красивая. Блин, это музыка. Давайте мы скипнем эти титры. А, да ладно. Ещё нам что-то а, нет. В меню вышли. Я думал, нам ещё чего-нибудь покажут после титров. как это делают например в фильмах Marvel. Да. В общем, я так и не понял мотивов этого Неда. Зачем он всё это делал. Но сама игра очень клёвая. Очень красивая. У неё наиофигеннейший саундтрек. А то и не один. Тут как все эти виды на природу, так и музыка в самой игре были прям очень клёвыми. Выше всех похвал прям 10 из 10 не меньше. Но в остальном сама история вызывает во мне, если честно, больше вопросов и даёт в то же время очень мало ответов. О, ребят, я только сейчас понял, что эта вышка, что мы видим в главном меню игры, это вышка Селайлы. Я её узнал отсюда. Красивая, красивая. Я бы не отказался тут жить. А то нам дали. Ну, хотя у нас тоже было прикольно. Жаль, этот Нед по неведомым для меня обстоятельствам её разгромил. Ну, да ладно. Ребят, оставляйте обязательно свои комментарии о том, как вы эту игру поняли и какова всё-таки была мотивация этого Неда всё это сделать с нами. Я так и не понял. Возможно, вы мне это объясните. Всем огромное спасибо за просмотр. Увидимся с вами уже в какой-нибудь новой игре. Не забываем ставить большие пальцы вверх, если вам понравилось это видео. С вами был Морти. До скорых встреч и пока-пока. Морти Субтитры создавал DimaTorzok